Mesdames et messieurs, bonjour! Сегодня поговорим о предлоге «а» и какое значение он имеет в формировании понятия стоимости вещи. В русском языке, когда речь идет о стоимости вещей, мы часто сталкиваемся с такими понятиями, как «почем», «почем помидоры» или «за сколько», «за сколько продадите». Эти понятия могут передаваться при помощи предлога «а». Par exemple, «c'est un plateau de fruits de mer». «Это есть блюдо даров море». «C'est combien, un plateau de fruits de mer?» «Если буквально, то это сколько блюдо даров море?» Так можно спросить по-французски «Сколько стоит блюдо даров море?» «Le plateau de fruits de mer à 30 euros. Блюдо даров море за 30 евро». «Un plateau d'huîtres, блюдо устриц, c'est un plateau d'huîtres. Это есть блюдо с устрицами. Блюдо устриц. «C'est combien, un plateau d'huîtres?» «Это есть сколько?» «Имеется в виду, сколько стоит блюдо устриц?» «C'est le plateau d'huîtres à 30 euros. Это блюдо устриц за 30 евро». Но также стоимость того же блюда даров моря может быть выражена при помощи глагола «couté» – «couté». «Le plateau de fruits de mer coûte 30 euros». «Большое блюдо даров моря стоит 30 евро». «Le plateau d'huîtres coûte 20 euros». «Блюдо устриц стоит 20 евро». А теперь давайте немного поговорим о глаголе первой группы «couté» – «couté». Глагол первой группы «couté» – «couté». Глагол первой группы в неопределенной форме всегда оканчивается на «couté». Для того, чтобы проспрягать любой глагол первой группы, необходимо отбросить инфинитивное окончание «couté» и мы получаем основу. К полученной таким образом основе в первом лице единственного числа «couté» прибавляем непроизносимое «couté» – «couté». Во втором лице единственного числа к основе прибавляется «couté» – «couté» – «couté» – «couté». «Ты стоишь». В третьем лице единственного числа прибавляется непроизносимое «couté» – «couté» – «couté». «Он стоит». В «couté» прибавляется непроизносимое «e» – «couté». «Couté». «Elle coûte». «Elle coûte» – «couté». «Elle coûte 5 euros». «Elle coûte 5 euros». В неопределенной личном местоимении прибавляется нечитаемое «e», «en coûte», «couté» – «couté», «couté» или «couté» – «couté» или «couté». В первом лице множественного числа прибавляется «ОНС», «НУ КУТОМ», «МЫ СТОИМ». Во втором лице множественного числа прибавляется «ЭЗД», «ВУ КУТЕЕ», «Вы СТОИТЕ». В третьем лице множественного числа мужского рода «ИЛЬ» прибавляется аж три буквы «ЭНТ», причем которые не произносятся. «ИЛЬ КУТЕ» – «ОНИ СТОИТ». В третьем лице множественного числа женского рода прибавляем «ЭНТ», так же как и в «ИЛЬ». «ЭЛЬ КУТЕ» – «ОНИ СТОИТ». Немножко потренируемся с вопросом «КОМБИЕН КУТЕ» – «СКОЛЬКО СТОИТ». «КОМБИЕН КУТЕ» – «СКОЛЬКО СТОИТ ПОДАРК». «ИЛЬ КОМБИЕН КУТЕ» – «ОНИ СТОИТ РОЗА». «КОМБИЕН КУТЕ» – «ОНИ СТОИТ ПОДАРК». «КОМБИЕН КУТЕ ЛАМОР» – «СКОЛЬКО СТОИТ ЛЮБОВЬ». «КОМБИЕН КУТЕ ЛЮБОЯЖ» – «СКОЛЬКО СТОИТ ПУТЕШЕСТВИЕ». «КОМБИЕН КУТЕ ЛЮБИСТЕР» – «СКОЛЬКО СТОИТ ТАЙНА». «НЕБОЛЬШОЕ УПРАЖНЕНИЕ, КОТОРОЕ ПОЗВОЛИТ АВТОМАТИЗИРОВАТЬ ВОПРОС «КОМБИЕН КУТЕ». «КОМБИЕН КУТЕ» – «УНЬ ШЕМИЗЕ», «КОМБИЕН КУТЕ ЛА ШЕМИЗЕ». «НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ АРТИКЛ «УНЬ ШЕМИЗЕ» – «ПЕРЕДАЕТ ПОНЯТИЕ, КАКАЯ ЭТО РУБАШКА». «ЛА ШЕМИЗЕ» – «Вот ЭТО КОНКРЕТНАЯ РУБАШКА». «КОМБИЕН КУТЕ УНЬ РОБА?» – «Какое-то ПЛАТЬЕ», «КОМБИЕН КУТЕ ЛА РОБА?» – «Вот ЭТО ПЛАТЬЕ КОНКРЕТНОЕ». «КОМБИЕН КУТЕ УНЬ МИЗОН?» – «СКОЛЬКО СТОИТ АДИН КАКОЙ-ТО ДОМ?» «КОМБИЕН КУТЕ ЛА МИЗОН?» – «СКОЛЬКО СТОИТ ЭТОТ ДОМ?» Combien coûte un vélo? Сколько стоит один какой-нибудь велосипед? Combien coûte le vélo? Сколько стоит этот велосипед конкретный? Combien coûte une voiture? Сколько стоит одна машина какая-то? Combien coûte la voiture? Сколько стоит эта машина? Combien coûte un pantalon? Сколько стоят брюки? Combien coûte le pantalon? Сколько стоят эти брюки? Вот эти Combien coûte un billet? Сколько стоит один билет? Какой-то Combien coûte le billet? Сколько стоит этот билет? Combien coûte la vérité? Сколько стоит правда? Как вы думаете, почему здесь только определенный артикль? Если образно и схематично представить, как выглядит мышление «combien coûte?», то примерно это будет вот так Теперь немного потренируемся применять правила количества с вопросом «кhalbien coûte?» Сколько стоит? Combien coûte un kilo de cé engineering? Сколько стоит килограмм лишний? Combien coûte un kilo de boire? Сколько стоит килограмм круши? Combien coûte un kilo de sucre? Сколько стоит килограмм сахара? Combien coûte un kilo de farine? Сколько стоит килограмм муки? И после этого, permettez-moi de prendre congé et de vous souhaiter de la santé. И в заключение, позвольте откланяться и пожелать вам здоровья. Субтитры создавал DimaTorzok